Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем вот такие вот носки совершенно новым способом. Видите, как они скручены в спиральку. Интереснейший способ. Я вот только его обнаружила. Раньше я этого не знала. Взят он из книги. Простейший способ вязать носки. Автор Лайла Вагнер. Не знаю этого автора. Книгу я скачала, скачивала огромное количество книг и между ними скачала и эту. И вот такой носок я обнаружила. Поэтому, уверена, вы тоже об этом не знали. Кто знал, напишите в комментариях об этом способе. Вот такой вот носочек, девчонки. Но без вязания пятки. Вот. За счет вот этой спирали он принимает форму как бы ноги. Обволакивает ногу. Вот так вот аккуратненько. Оказалось, вам нужна пряжа. 5 спиц носочных. И будем вязать. Подбирайте спицы к своей пряже. И я буду вязать из 45. Это я на свой 36-37. Я знаю, что я всегда всю жизнь вязала носки примерно в радиусе 40 петель. Всегда набирала. Так я на этом меня остановлю. Как на обычный носок, чтобы облегала ногу достаточно туго. Да, и чтобы он держался на ноге. Вот мои 40 петель. И они довольно плотно облегают мою ногу. И беру я 2 спицы из этих 5. И набираю обычным классическим стандартным способом 40 петель моих. Итак, 40 петель. Здесь я, как всегда, как обычно, делаю узелок. И вынимаю одну спицу. Далее мне нужно распределить эти 40 петель в круговое вязание. Вы набираете, девчонки, обязательно. Вот ключевой момент. Число петель должно делиться на 8. Запомните этот момент. На 8. У меня 40 петель делится на 8. Это 5. Итак, мы вяжем 40 петель. Нам нужно распределить на 4 спицы. Это будет по 10 петель. Вот первая петля у нас лицевая. Потом изнаночная лицевая. То есть мы вяжем резинкой 1 на 1. 6, 7, 8, 9, 10. Вот 10 петель на одной спице, которую я оставляю. Далее следующая спица, следующие 10 петель. Следующую спицу оставляю. Беру третью. 10, и последние 10 петель. Теперь, вот смотрите, у нас 4 петли, на каждой по 10 петель. Теперь нам нужно замкнуть это все в кольцо. И мы вот здесь вот эту ниточку привязываем. Так. И начинаем вязание по кругу. Сначала одну спицу, вторую, третью, четвертую и так далее. Вот так вот по спирали, по кругу. Обратим внимание, вот здесь вот у нас не должно быть перекошено, перекручено. Вот все у нас должно быть в одной плоскости. И таким вот образом мы вяжем. Но, что хочу сказать. Я сделала резинку перекрученную. То есть я вяжу, смотрите, обратите внимание, не за заднюю стенку, а за переднюю, вот эту, которая смотрит на нас. А лицевую петлю я вяжу за заднюю стенку. То есть, видите, за заднюю стенку. Таким образом мы перемещаемся и вяжем. И так, вот смотрите, мы прошли один круг. И теперь мы просто переходим к следующей спице. И здесь оно у нас так соединиться красивенько. И будет круговое полотно. Все, продолжаем мы наше вязание вот так вот по кругу. Так, когда мы связали резинку до нужной нам длины, мы переходим на основное вязание. Основное вязание у нас резинка 4х4, которая потом будет смещаться. То есть, 4 лицевые, вот я вяжу. 4 изнаночные. 4 лицевые, вот здесь у меня 2 из действий будет на следующей спице. 4 изнаночные. 4 изнаночные. Так, один ряд, видите, я ориентируюсь по вот этой вот ниточкой. И теперь мы вяжем так, как у нас лежат петли, еще 3 ряда. То есть, всего 4 ряда. 3, 4, видите, лицевые. Здесь узелки, значит, изнаночные. И так далее. Всего 4 ряда мы вяжем таким вот образом. И так, вот смотрите, мы провязали 4 ряда, вернее, я провязала. Вот здесь вот можно хорошо посчитать, да. И здесь теперь хорошо видно наши секторы по 4 петли. Так, теперь, теперь вот смотрите, все у нас будет смещаться в левую сторону. Каждые, через каждые 4 ряда. Значит, теперь мне нужно вот эти 4 петли переместить на 4 петлю, сместить на петлю влево. Значит, теперь вот эту петлю я провязываю изнаночной. Цепляю сюда маркер. Мы будем все время помечать вот этот вот. Начало ряда у нас будет смещаться. Вот как у нас влево петли смещаются, так будет у нас смещаться начало ряда. Теперь снова гажем 4 лицевые, 3, 4, вот видите, здесь захватываемся изнаночные, 4 изнаночные, 4, снова 4 лицевые. Все время, через каждые 4 ряда у нас будет смещаться эта полоса. Вот. И вот в конце, смотрите, теперь у нас все встало на свои места. Раз, два, три. И четвертая, вот у нас изнаночная, вот здесь все точно так же, только все вот так вот по спиральке сместилось на одну петлю. И теперь вяжем еще 3 ряда. Смотрите, как это все выглядит потом, да, вот видно, по 4 петли мы такими ступенечками перемещаемся влево, влево, влево. То есть в одну сторону. 4 петли, 4 ряда. Вот, и вот таким вот образом, и вот таким вот образом мы продвигаемся, меряя это все дело на свою ногу. Вот мы меряем носок, доходим до основания мизинца. Вот, и осталось нам связать вот эту вот, как бы, мысик. Вот, все, мы померили на свою ногу и в конце вяжем мысль. То есть никакие боли и измерения нам не нужны. Вот только так, ширина и длина. И вот так вот, в такую спираль, интересно, этот носок заворачивается. Теперь нам нужно разделить вязание на две части. Это будет здесь сокращать мы будем и здесь. А в этих местах мы не будем делать ничего. Для простоты понимания можно прикрепить два маркера. Это для тех, кто новичок. То есть, чтобы не путать ряд, где у нас, вернее, место, где у нас делается сокращение, я вот так вот цепляю два маркера. То есть здесь я буду делать сокращение. В первом ряду, что мы делаем, мы берем одну петлю с предыдущей спицы и одну петлю с этой спицы и провязываем их лицевой. Далее, все вязание мы вяжем лицевыми петлями, потому что нам не нужно, чтобы носочек у нас заворачивался в спираль. Пусть он будет ровненьким. Здесь мы не делаем ничего, просто вяжем лицевыми петлями. Так, здесь одну петлю мы снова тоже не довязываем и переносим ее на следующую спицу и провязываем две вместе. Потом мы будем провязывать по три. Это вначале, чтобы у нас из этих двух петель образовалась одна ведущая центральная петля. Итак, мы провязали один круг. Теперь мы вяжем еще один круг. То есть все четыре петли мы сейчас провязываем без изменения. Сокращение мы будем делать через круг, через ряд. И вот мы доходим до конца круга. И здесь на последней спице мы не довязываем одну петлю, потому что мы ее будем переносить на следующую спицу, так как у нас здесь обозначение. И здесь уже будем делать сокращение. Теперь смотрим внимательно. Одну петлю мы перенесли отсюда сюда. И теперь меняем местами. Вторая петля поверх первой. Меняем местами и провязываем три петли вместе. Вот смотрите. Один, два, три петли. Вот. Меняем местами для того, чтобы у нас получилась вот здесь вот такая красивая косичка. И теперь с другой стороны делаем такое же сокращение. Последнюю петлю переносим на другую спицу. Меняем местами вторую и первую. И провязываем три петли вместе. Все. Теперь довязываем ряд до конца, то есть сюда. И еще один круг делаем без изменений. И потом в следующем ряду делаем, провязываем по три вместе. То есть эти сокращения с обеих сторон делаем через ряд. Продолжаем. Итак, девчонки, смотрим. Видите, провязала. Вот так вот выглядят эти сокращения. Ведущая петля. И по бокам от нее идут сокращения. Теперь осталось у меня, вот если так вот смотреть, если все же делить напополам, здесь 4 петли и 3 петли. И здесь точно так же 4 петли и 3 петли. И я это все соединю на одну спицу, чтобы нам было удобнее. Вернее на две спицы разделю. Вот соединю одну половинку. И вот точно так же вторую половинку. Так, готово. Теперь я беру крючок. У нас должно быть, смотрите, одинаковое количество петель и здесь, и здесь. У меня это по 7 петель. Так, теперь будем закрывать петли. Для этого с каждой спицы мы берем по одной петле. Вот их у меня две. И я их провязываю крючком. Так. И вот осталась на крючке петля. Теперь мы ее оставляем. Берем отсюда и отсюда по петле. И опять провязываем. Теперь уже 3 вместе провязываем. Отсюда и отсюда. Провязываем 3 вместе. То есть сшиваем крючком, закрывая по одной петле с каждой спицы. И при этом сшиваем и закрываем петли. Вот. Можно, конечно, это сшить иглой петля в петлю, но так как у меня мастер-класс для начинающих, я максимально упрощаю весь процесс. И теперь ниточку эту обрезаем. Еще раз. Вот так вот затягиваем. И вот такой вот носочек у меня получился. Теперь я эту нить продеваю на изнаночную сторону. Можно ее там еще закрепить. Вот такой вот носочек у меня получился. Я снимаю эти маркеры. И вот эту вот еще нить мне нужно замаскировать. То есть вот так вот я ее закреплю за следующую петлю, чтобы скрыть вот здесь вот, чтобы сравнять. И на изнаночной стороне просто продену ее. Вот и все, девчонки. Вот такой вот сегодня носок. Я считаю, метод имеет место, имеет право на существование. Спасибо автору. Вот. Так. Вот так вот, видите. Вообще-то он, этот носок, что хорошо, видите, он растягивается очень хорошо и принимает все изгибы тела. Как бы приспосабливается ко всем изгибам тела. И потом, тинь, и спиральку закрутился. Вот такой вот был сегодня мастер-класс, девчонки. Я спасибо вам всем. Пишем комментарии, ставим лайки. Делимся видео, делимся в соцсетях новым способом вязания носков. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика и Школа Рукоделия. Всем пока-пока. Смотрите, девчонки. Эти носки, они принимают форму. Ноги и пятки, вот так вот прекрасно они садятся, ложатся. Вот.